Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне переселения Элла Суханова с Игорем Трегубенко переехали в общий дом, а VIP-дом наполнился семьей Африкантова-Чуевых. Они будут жить все вместе, Марина с Андреем, родители Марины и ее младшая сестра. На поляну вернулся Дима Дмитренко с заявлением, что он свободный мужчина. За ним начали ухаживать Оля Райская и Мария Тулеева. Но Маша вечером того же дня уже отказалась от своей симпатии к Диме, сказал, что любит умных и интересных мужчин, а Дима не такой. Ольга приготовила вкусный обед к приезду Димы. Парень, конечно же, польщен, но принимать ухаживание не спешит. Ольга Рапунцель написала ему смс «Дорогой, я все поняла, я тебя люблю и хочу от тебя детей». Теперь Дима ждет, когда Оля приедет за ним на поляну. Многие участники проекта уверены, что у них не окончательный разрыв, а лишь маленькая пауза в отношениях. У Русланы Мишиной был день рождения, ей исполнилось 24 года. Поздравляем Руслану. Семен Фролов поздравил ее в своем блоге. Обожаю Руслану. Желаю сегодня в ее день рождения всегда жить в сказке, жить на острове любви. Руслана недовольна подарками от Семена, она написала. Платье доярки, цветы как будто на похороны и сумка из кокоса. Неужели, по мнению Семена, я заслуживаю таких подарков? Тихий ужас, если честно. Это же Фролов успокаивают трусь у подписчики. У него все в таком стиле, а цветы красивые, экзотические. Семен готовил девушке еще какой-то сюрприз, но он был перенесен из-за погодных условий. Ходят слухи, что к Андрею Черкасову скоро придет девушка, с которой он проводит за периметром очень много времени. Девушку зовут Стелла Мунасыпова. Она является частой гостьей светских мероприятий. Работает телеведущей и участвует в организации мероприятий в одном из московских караоке-баров. Стеллочка, козюля моя, ласково называет ее Черкасов в видеоблоге. Саша Харитонова рассказала, что она пережила за периметром дома 2. Она покидала площадку на 7 лет. «Со мной многое произошло», – сказала Харитонова в интервью. «Были взлеты и падения. Я пробовала себя в качестве певицы, телеведущей, снималась в кино, поступила в актерский вуз. А еще я безответно влюбилась, затем разлюбила, потом вернулась на дом 2». Харитонова сказала, что ей уже пора заводить семью, учиться быть верной женой и мамой, но, к сожалению, встретить подходящего мужчину ей все никак не удается. Ксения Бородина выложила снимок младшей дочери, но очень скоро она удалила свой пост. Скорее всего, Ксении не понравились комментарии подписчиков. На нее обрушился шквал критики и негатива. Ей писали, что и сидеть нельзя в таком раннем возрасте, да тем более с планшетом, почему у малышки волосы на лбу растут, ну и так далее. Сабрина Ангелова, которая недавно покинула проект и подала в суд на Андрея Чуева за оскорбление и унижение, задумалась, а не вернуться ли ей обратно. Она написала, «Я думала, а вернулась бы я, если б позвали. Я не знаю. Я рада, что предложения вернуться нет и соблазна согласиться тоже. Хотя сейчас у меня уже есть азарт и кураж и мудрость, и я, если бы вернулась, устроила бы Терминатор 2 судный день некоторым». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!